Здравствуйте, дорогие наши ученики Академии Телесно-ориентированных практик. Сейчас Олег Алабудин вам представит технику мануального массажа. Мы делаем полностью мануальный массаж всего тела и, соответственно, отличается она тем, что сразу идет воздействие на костно-связочный аппарат. Потом ставим позвонки и висцеральный массаж живота, вот сейчас наш ролик будет именно посвящен массажу живота, тоже относится к мануальной терапии, потому что спазмы на внутренних органах живота влияют и на позвоночник, и акупунктурные точки также там пересекаются, и, как вы понимаете, нервные корешки от позвоночного столба тоже расходятся во внутренние органы, и, соответственно, спазм в животе может повлиять и на спину, то есть растянуть, ратировать позвонки. Так что вы не только поставив позвонки на место, вы поможете человеку, а если не убрав спазм с живота, то позвонки обратно вернутся, поэтому массаж живота тоже обязательно включается, как дополнительная техника. Ну, чтобы понимать, давайте примерно нарисуем области, где расположены основные органы. Примерно вот так вот идет печень, правая ее часть, левая доля, между ними проходит канал желчного пузыря, примерно вот тут желчный пузырь находится, вот так вот, раздеремте, там покажу, идет, соответственно, пищевод, желудок вот сюда, поворачивает, и через 12-перстную кишку выводит все потом в тонкий кишечник, примерно 10 сантиметров вокруг пупка, находится тонкий кишечник, оттуда потом пища попадает в толстый кишечник, соответственно, вот тут аппендицит, пошла восходящая дуга толстого кишечника, низ, чтобы не пересекаться, давайте другим цветом покажу, все-таки толстый кишечник, щекотная жена немножко, да, но потерпи, дорогой, потерпи, потом идет нисходящая, обводная дуга, как бы толстого кишечника, то есть не нисходящая, а вот обводная, здесь она спускается сзади, получается, вот с той стороны, практически, нисходящая, переходящая в сигмовидную кишку, вот здесь вот, и туда вот переходит в прямую кишку, вот туда вниз идет, вот так примерно, селезенка находится вот там, под ребрами она тоже защищена, вот примерно в этой зоне, мочевой пузырь вот здесь находится, у мужчин есть предстательная железа, это соответственно под лобковой косточкой, через мочевой пузырь, к ней может пробраться вот туда, вот так, нарисуем она двуудольная такая, соответственно, можно делать и массаж предстательной железы, через живот, то есть не прямой массаж, как обычно, там все смеются, что через задний проход надо делать, но можно и вот отсюда до туда добраться, если это женщина, то у нее примерно 10 сантиметров, вот идет влагалище, потом матка примерно 10 сантиметров, вот так 10 сантиметров в стороны, отводящие трубы, фалопиевые, и вот в этом участке находятся яичники, то есть примерно от оси по 10 сантиметров, отступаем, так, ну сейчас этот процесс, сейчас этот рисуночек сотрется, поэтому, красиво, красиво, да, поэтому приступаем непосредственно к массажу, обязательно, маслом, смажем, вот пациент по блюдо с живот, готова к операции, видимо, к массажу, все-таки, да, так, начинаем массаж, висцеральный массаж живота, ну у нас он такой немножко, как бы упрощенный, не по огулову, да, где целый там месяц, посвященный изучению вот этих техник, здесь немножко попроще, что в принципе тоже достаточно для того, чтобы снять эти спазмы, начинаем с того, что живот достаточно тонкая система, поэтому входим в нее плавно, всегда начиная с мяхи, движений, и потихонечку мы будем идти от общего к частному, и от поверхностных движений глубже и глубже, все приемы в основном делаются по часовой стрелке, видите, я по часовой стрелке уже глажу животик наш, потихонечку с ним договариваемся, ты и я, мы с тобой одной крови, помнишь, как у Маугли, да, ты и я, ты и я, мы с тобой друзья, это мы, это уже из другого мультика, из Барбоскиных, разводим пальчиками мягко ребра в стороны, по реберам дуге вот так вот проходим, в стороны, в стороны, далее, вокруг тонкого кишечника, как циферблат, вот представляем, круг такой, да, и делим его на 12 векторов, как часы, 12 отводим, час отводим в сторону, дата дыши, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, с часами, не даром вот такая метафора, да, потому что на самом деле, вся перестанька кишечника, настраивается в итоге, как часы, все, 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 что находится в брюшине, будет работать отлично, теперь второй циферблат у нас пошли, вот по ребрам и по подвздошным костям идет, вот такой диаметр примерно, так же отжимаем 12 часов, час, 2 часа, 3 часа, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и потихонечку входим глубже, наши обе ладони катаются как рыбка, то есть тут такое движение достаточно плавно должно быть, потренируйте обязательно ладони, чтобы они были вот такие вот мягенькие, как вот прилипли, да, и вот потихонечку прокатывают, поскольку толстый кишечник, это у нас выводящая система, да, из организма, то мы его поверхностно вот так вот уже запускаем и подготавливаем к тому, чтобы выводились массы фекальные, слизи всевозможные, каловые камни, ну и в общем-то все, что там наберется, это также полезно для лимфомассажа, потому что лимфа у нас во многом сбрасывается через толстый кишечник, если мы до этого прогнали лимфу с ног, да, через руки, через подносечные впадины, через ключицу, да, вот там находится большой лимф, контейнер лимфы, откуда он тоже собирается, и все потом выходит через толстый кишечник. Для этого мы не делим как бы толстый кишечник на части, а сразу вот одновременно слева-справа, по восходящей дуги и по нисходящей, проходим с вибрацией по нём, забирая вот с той стороны побольше ткани, через толстый кишечник пробиваем рукой, через руку, мягкие такие удары, получается одна рука как клювообразный, такой молоточек, бьет в открытую ладонь, чтобы удар был безболезненный. Ну, достаточно 2-3 раза так пройтись. Желательно, чтобы клиент пришёл на массаж, всё-таки не после обеда, где-нибудь через 2 часа после приёма еды. И далее мы запускаем все внутриорганы по часовой стрелке, начинаем справа-налево, справа-налево. А, я почки ещё не показал. Ну ладно, уже не будем рисовать. Так покажу. Сначала под печень. Стараемся проникнуть туда поглубже и запускаем туда вибрацию. Потом у нас идёт в желудок. Выдохнули и запускаем её вибрацию. В него в желудок. Далее идёт селезёнка, туда под ребро. Тоже запускаем вибрацию. Вот, кто себя чувствует, селезёнка такая полукруглая. А, я пожелаю, что железу не показал. Денадцатый перст на кишку, но сейчас покажем. Вот, теперь поджелудочная железа, вот мы не пробиваем. Вибрации разные. Можно регулировать вот так внутрь, как бы организма, да? Можно регулировать вот так вот сбоку, да? Можно кулачком тоже внутри так регулировать. Если пальчиками друг по другу бьём, да? То получается, как бы, вот такая вибрация, она проникает вниз. Все приёмы делаются перпендикулярно в тело человека. Перпендикулярно проекции органов, так скажем. Потому что можно надавить, в принципе, и сбоку, да? И как бы попасть на нужный орган. Теперь, от пупка смотрим, почка примерно 5 сантиметров, по стороне, находятся почки, да? И эта нижняя доля её на ужине пупка находится. То есть она чуть повыше, вот сюда. Проходим поглубже. Но почки находятся сзади. Поэтому надо пройти как можно глубже. И вот, проведвиживали туда, в почку. На каждую вибрацию, каждого органа уходит примерно секунд 15-20. Больше не надо. Весь массаж живота делается минут 10-15. Не отрываясь, чтобы не пугать внутренние органы. Они тоже разумные. В глюшине есть нейронные связи. Это практически наш третий мозг. О, пошло-пошло уже. Пузырики пускаешь, да? Главное, не пукнуть. Так, дыши, дыши, успокаиваемся. Вот, продавили. Это вот тебя сыграл в кишечник. Далее. Вот, на эту косточку тут могут быть лимфоузлы, чтобы на них надавить, и на кой надавить, в принципе, больно. Мы немножко собираем ткань сбоку и поддавливаем туда вбок. Правильно, правильно. Пациенты предупреждают, чтобы дышал. Мягко, медленно. Если где-то больно, можешь меня предупредить. Здесь тоже вот весь я как бы подогнал ткань немножко, да? И потом туда надавил, чтобы не передавались косточки. Мочевой пузырь продавили. Ну вот, мы прошли практически по всем этим органам. Теперь частично можем им уделить внимание. Ну, например, представьте на железе, да? Вот там надо мочевой пузырь пройти мимо. Лихай, лихай. И ждем, когда он будет расслабиться. Чтобы не царапать ногтями, или не давить, я использую две руки. Вот такое вот еще может движение быть. То есть получается мягче вот на почке, например, да? Мягче вот туда вот зашли, провибрировали их. Теперь представительная железа. Еще, еще выдыхаем. До конца расслабились. Все движения наши медленные, размеренные. Вот проник еще поглубже. И надо чуть-чуть завернуть в золотковую кость вот туда внутрь. Вот, но уже близко. Так, ты чувствуешь что-нибудь? Очень чувствую. Да? Так, провибрировали, погладили ее. Можете представить себе, она как размером с грецкий орех. Двухдольная такая. И желательно вот каждую долю вот так вот отдельно у нее прогладить. Если получится, если позволит масса живота туда помикнуть. Теперь идем к желчному пузырю от пупка примерно вот на 11 часов в подреберье, да? И где-то вот сантиметр отступаем от ребер, да? Ищем, ищем. Там будет такой шарик как бы внутри. Проблема в том, что внутри органа они такие хитрые, они когда чувствуют на них возилие, они утекают, они что-то такие. Их много жидкости, да? Они пластичные. Они могут просто раз и в бок утечь. Так, тут невольно? Чувствительно. А вот тут? Я почувствовал. Я его потерял, да? Вот теперь нашел на 11 часов. Получается вот тут желчный пузырь, мы его продавливаем. И смотрите, человек спокойно дышит, медленно. Если что-то боле колющее, она потихонечку, потихонечку будет уходить. И чувствую, как выходит. Это буквально минутку. От силы две минуты на каждый орган. Теперь можно опустить. Там такой узелок находится, где пересекает 11-перс на кишках с желчным протоком. Там еще какие-то протоки. Я забыл, что это называется. По-научному. Не захочу. Вот резко отпустил. Иногда прям булька и чувствуется, как желчный. Желчка текла. Она входит на сперс на кишку и уходит в тонкий кишечник. Пока еще не потихонечку, да? Я чувствовал. Вот. Можем прочувствовать и промять, где вот у него под ребрами болевые точки. Тут не больно? Нет. Здесь. Не больно, да? Немножко есть. Чуть-чуть. Это повторяем. С этим, пузырем. Так вот здесь. Вот здесь чуть-чуть есть. Не надо. Вот давай. Вот, вот. Вот туда вот. Вот я держу. Теперь дыши. Своим дыханием человек избавляется от спазма, уходит от этих боли. Ну, что-то начало ехать. Но легче стало. Еще раз. Становится легче. Ну, в демонстрационном режиме спас нашу. Ушел, да? Почувствовал. Все, мы под это проходить не будем, но так можно поискать, где там что езда, через дыхание. Человек дышит расслабляется, но проникаем чуть глубже. Так, здесь. Вот, да. Есть, да? Вот, да. Давай, дыши. Опа. Есть. Ну, вот тут, может, сприближность. Даже здоровому человеку очень полезен такой массаж, потому что у взрослого человека каловых масс, слизи всяких каловых, накапливается... Попали вот эту точку, да? Накапливается, вырубоверится, до 6-8 килограмм. Он с собой носит просто вот этот вот мешок камней. А что это такое? Тост кишечника, это наша система всасывания. Соответственно, все, что у нас не отработалось и там отложилось, оно потом всасывается. А если оно там лежит много дней, а то и месяцев, то оно всасывается, оно, смешно, бродить, естественно, киснуть, и все это всасывается обратно. Происходит самая интеграция, токсикация человека, самоотравление. О, пошли пузырь, поток пошел, да? Чувствую, вращусь. Вот здесь, перед сигмовидной кишке, тоже часто бывает просто залежи, их надо под углом, вот таким туда, входя в центр живота, вот туда вот как бы помочь, приводку кнуть. Если у нас пошло, да? После этого массажа, ничего страшного, если человек пойдет в туалет, по большому и по маленькому, тем более, если мы делали перед этим лимфомассаж, дали по дренажным, то сто процентов он должен пойти в туалет, это как сигнал о нашей хорошей работе, что мы хорошо провели процедуры. Ну, вот примерно 10 сантиметров у женщины матка находится, мы можем отдельно матку проигрировать. Некоторые пациенты его так руку ставлю, они такие аж отзаджат за ксом газами, о, а что там за приборчик такой? Не знаю, как можно рукой вибрировать? Да простота так вот. Вот такая революция. Да простота тоже дошла, да? Ну, ты не женщина, понятно. Детопростат. Теперь примерно находим яичники, если женщина, да, мягко-мягко, вот так вот их стимулируем. Простимулировали и не забыли закончить все наши приемы мягким поглаживанием, но глубоким по часовой стрелке. Если органы опущены, на всякий случай можно их приподнять, ну, соответственно, снизу вверх. Вот, что-то там бутнуло. Так, так, ты не смейся. И раздвигаем ребра. Поднимаем таким образом ребер на другую, диафрагму, и туда вот пытаемся приподнять наши органы. Если ваши руки слишком широкие, для, например, для маленького человека, ну, ребенок, да, то можно по одной руке и вот таким вот, как ли, когда как будто плывет, вот туда, вот внутрь мы подаем ткани. Дополнительно можно раздвинуть мышцы еще шире друг от друга. Релизинг этому поверхностные фасции, брюшину, раздвигаем, диафрагму, чуть-чуть тянем, медленно-медленно в стороны. С этой стороны. Если вам кажется, что кулаки достаточно грубые, да, из-за костяшки пальцев, то можно использовать, в принципе, локоть помягче. Потянуть, потянуть. Так, ну, вот вестеральный массаж, как бы, на этом заканчивается, да, и мы потихонечку отводим руки, так же, как мягко внедрялись, так же мягко и выходим из живота. Если мы делаем не вестеральный массаж, а массаж, для похудения антицеллюлитный, то мы действуем более грубо, и у нас, нам нужно катать ткани, да, тогда мы берем вдоль пресса, да, вот эти мышцы, снизу поднимаем, вверх, вот туда. Почему снизу? потому что к сердцу гоним, да. Берем боковые мышцы и вместо с тканью оттягиваем их, как вот, тесто, да, вот мы раскатываем и внутрь и наружу, в обе стороны. Переходим к более жестким методам этого лапа леопарда, опять, она у нас работает, это вот пощипывало, достаточно жестко, энергично, кожа начинает гореть, для этого используются дополнительные мази, средства, которые, с которыми быстро можно похудеть, ну, например, ингибитор жира мы используем, он, делаем замеры у пациенток, ну, в основном женщины обращаются в области груди, живота, талии, бедер, коленок, и после замеряем, после процедуры, и сразу заметно, что тут похудела на сантиметр, тут на два, тут на шесть сантиметров, тут на девять, на десять, может уйти сантиметр, представляете, это за один сеанс массажа, ну, антисвежелитного, ну, это, соответственно, он длится полтора часа, а то и два часа, это не инвестеральный массажер ворота, вот, для этого делаем быстро-быстро на одном месте, часто-часто такие движения, если живот горит, то, соответственно, или пощипывать его, да, то, соответственно, это как нам сигнал такой, что все-таки жиры начали выходить из жировых депо, начали делиться, начали гореть, вырабатывать кинетическую энергию, и опять же, все заканчиваем по часовой стрелке, потом используем вот такие приемы в антисвежелитном программе, можно в бок сбросить всю энергетику, пощипывание быстрое, некоторые используют пощипывание с подрубанием, то есть, захватили ткань, и как бы отрубили ее, бывает это больно, да, но предупреждайте, что пациент должен вытерпеть, вытерпимы, терпимы, а женщины ради красоты все могут вытерпеть, так же ничего страшного, и в заключение просто покачали, мягко-мягко отфюли руки, я благодарю вас за внимание, но смотря по видео все вот эти вот методы, вы мало чего научитесь, потому что много нюансов мы рассказываем непосредственно на тренинге, ставим руки, да, и соответственно, вот очень много просто не попадает на камеру, поэтому по видео, по видео, вы мало чего научитесь, приходите нам на тренинги, коллегу Аллафу Гудвину, он вас всему научит, до новых встреч, дорогие друзья!